Дом Егорова после реставрации предстал перед самарцами во всей своей исторической красе. Раньше здесь был магазин, где, если верить воспоминаниям современников, было все – вино, семга, пряники. Фасад дома нарисовал его первый владелец Алексей Егоров. Он задумывал устроить здесь не просто лавку, а магазин, который будет радовать взгляд. Входя в его магазин, самарец должен был себя чувствовать несколько по-другому. Он пришел не в грязный кабак, где в полутьме продавались какие-то не очень качественные товары, а товары, за которые хозяин нес абсолютную ответственность. Такой масштабной реставрации памятников историко-культурного наследия Самара еще не знала. До 2018 года в планах почти 300 объектов. На эти работы выделяют деньги из бюджетов всех уровней. Еще за сотню памятников взялись частные инвесторы. Хорошая наметилась тенденция городская. Люди понимают всю значимость восстановительных работ на объектах культурного наследия и предлагают свою помощь. После того, как отреставрировали дом купца Рытикова, возникла идея сделать исторический квартал. В планах было даже воссоздать здесь булыжную мостовую, но остановились пока на близлежащих домах. Сейчас восстанавливают фасады, приводят их к историческому соответствию. Реставрация фасадов 160 и 162 домов по улице Ленинской уже завершается. В Голубом доме готовится к открытию муниципальный театр Лукоморья. А сам дом как декорацию к фотосъемкам вовсю используют молодожены. Здесь очень красиво. Все эти новостройки, они уже неинтересны для нас, поэтому мы решили попографироваться здесь. Архитектура, вообще место прям замечательное. Реставрационные работы проходят под строгим контролем Департамента строительства и архитектуры. А все художественные решения подрядчики обязаны согласовывать с главным архитектором города. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.